В Новосибирске готовят экскурсию на ощупь. Социальный проект «Новые грани независимой жизни» – это несколько маршрутов для людей с частичной потерей зрения. В аудиогид войдут истории о городе от известных новосибирцев. Подробнее расскажет Александр Медведенко. Автор мотор, да, поехали. Город Новосибирск, который в этом году празднует 125 лет. Мэр Новосибирска рассказывает о своем любимом месте в городе. Это импровизационная фонограмма – часть экскурсии для тех, кто видит наш город руками. Специальная библиотека собирает материалы об исторических объектах Новосибирска, чтобы слабовидящие люди могли познакомиться с ним на ощупь. Сейчас мы ищем маркеры, которые значимы в тактильном мышечно-киноэстетическом аспекте, когда мы должны убедиться, что здесь действительно пять ступеней, что можно прикоснуться к этой ручке, за которой держались три или пять поколений новосибирцев. Это важный шаг не только для Новосибирска, для любого города. Во-первых, любой человек, я считаю, что и может, и должен, и делает. То есть, это относительно интереса к своему собственному городу, к знанию своего собственного города. Поэтому незрячие тоже не должны быть в стороне. Пробная экскурсия уже прошла в Краевическом музее и в соборе во имя Александра Невского и получила положительные отзывы от экспертов. Нам давали специальные книжки с надписями бройлера. На ощупь можно было ощутить по тактальности само здание, как оно по рельефу выглядит. Потом также давали запахи разные, какие были раньше. Допустим, запах сена, как было, давали ощутить. То есть, придавали особое ощущение времени, ассоциации, нахождение, представление, что происходило, как это было. Допустим, церковь. Мы ездили в Лавру Асраневскую. Сначала потрогали, как она выглядит, а потом мы сюда приезжаем. Нас там прям провели к святым мощам, к иконе, которую никто не имеет права потрогать, а нам дали потрогать. Это нам дает определенный свой заряд, что ли, скажем так, определенную даже исключительность. Первые экскурсии по главным достопримечательностям Новосибирска проведут, когда на улице станет немного теплее. Пока эксперты дорабатывают пробные версии и записывают истории о любимых местах известных новосибирцев. Александра Медведенко, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.